сегодня я вам хочу я вам не буду рассказывать о том как делать видеоконтент сегодня вам расскажу о том как с помощью уже вашего готового видеоконтента подниматься в топы как фейсбука так и ютуба хотел бы вот чтобы вы обратили внимание на то как работать в фейсбуке с видеоконтент вот это моя страница моего сервиса есть некий раздел видео да вот переходим в раздел видео это у нас стартовое видео которое загруженное последним и которое отображается у нас в левой колонке типа посмотреть но вы владелец бизнеса вы маркетолог вы это все как бы делаете вы видео заливаете и типа думаете что у вас там всех все хорошо так вот что я хотел сказать многие загружают видео все вот загрузили там какой-то подтекст написали там и прочее 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 этого мало друзья самое главное вы должны каким-то образом а каким я вам сейчас покажу и расскажу взаимодействовать со своим зрителем со своим участником со своим посетителем страницы и прочее 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 давайте зайдем просто в раздел видео и сейчас мы возьмем видео заходим так вот видите что происходит что происходит нижней части видео давайте эту красоту просто сейчас остановлю и вам объясню одна из самых главных фишек шикарных фишек это субтитры субтитры которые могут рассказывать объяснять подталкивать направлять располагать показывать ссылочку того что вы рассказываете в своем ролике и давать визуальное запоминание человеку что должно происходить а вот теперь смотрим вот внимательно сюда смотрим заголовки ну вы понимаете что заголовки да они работают так же как и в ютюбе поэтому они должны максимум в короткий момент своих букв и прочее говорить о сущности вашего видеоролика теги в фейсбуке это хэштеги их тоже можно сделать в том случае если вы там не знаю работаете на аудиторию которая очень сильно использует фейсбук граф с точки зрения хэштегов когда делают решетку и что-то ищут тогда с вероятностью 100 процентов это видео будет найдено по этому хэштегу и вам это поможет но нам нужно перейти субтитры вот здесь и вот есть у меня загружены два субтитра уже видите да надо загрузить очередной субтитр текстовый файл test1 test2 use ru нам это просто нужно открыть с помощью блокнота и внимательно ребята просто запоминаю смотрим а потом просим у организаторов видеозапись о том как работать с субтитрами со второй секунды не забываем через запятую миллисекунды по четвертую секунду ресторан годунов только воилы давайте напишем здесь здесь напишем ну и оставим теперь нам нужно это сохранить сохранить как в текстовый формат давайте закинем и заглавим его с4 точка ру подтекст ну подчеркивание да ру и текст сохранить отлично сохраним добро пожаловать годунов прекрасно видите да вот вот здесь что нам дают субтитры субтитры нам дают визуальную информацию о том что посетитель страницы подписчик страницы и прочее может делать и дополнительно не знаю там набрать какую-то ссылочку или услышать посыл что только сегодня у нас двадцать процентов скидки понимаете только сегодня можно написать с девятого февраля по четырнадцатый февраля только этот товар со скидкой семьдесят процентов или только бесплатно кто сделает нам перепост в социальных сетях и выложит это и предоставит нам ссылочку на том что этот пост живет все что угодно все что хотите делать еще раз возвращаюсь к тому как это делать и кстати мне очень понадобится сейчас эта возможность субтитры загружаем субтитры вы уже поняли да как субтитры должны выглядеть они должны вот выглядеть таким образом и сохраняться точка sr3 поняли да все сохранили выбрали загрузили увидели что здесь появилось все ну и по дефолту показывать язык тоже выбирайте если у вас несколько языков вы можете конечно погуглить там есть n бразиль канаде ну там до тридцати стран ну то есть сами понимаете на каком языке обращаться к своим людям давайте наверное вторую фишечку второй нюанс рассмотрим взаимодействие со своей аудиторией фейсбуке фейсбуке это колл-то-экшен я вот прямо на этом ролике может быть давайте сейчас для вас это покажем колл-то-экшен у нас заключается в том что фейсбук позволяет сегодня нам несколько неких таких возможностей кликовых по окончанию ролика мне например интересно посмотреть более что он нам тут дает он говорит пройди вот по этой ссылочке ну не хочу я по этой ссылочке проходить я предположим давайте может быть эту ссылочку возьмем и поставим а вот описание здесь предположим напишем окей сохранили давайте во всякий случай загрузим запускаем что мы видим мы видим купи сегодня со скидкой от вас зависит вот ребят тот весь креатив как вы этот колл-то-пассив колл-то-привлечение колл-то-понимание колл-то-обращение используйте в рамках окончания это называется пост ролл да преролл пост ролл пост ролл в обращении к своему подписчику или там человеку который посмотрит это видео все от вас зависит самое главное смотрим чувак что делает он нажимает и переходит но вы не видите здесь он переходит туда что вы ему показали карточка товара вашего интернет магазина карточка товара ваших услуг посадочная страница вашего бизнеса лендинги как это любят сегодня все говорите и прочее и прочее ну то есть друзья два момента субтитры и пост роллы где вы можете просто вот как-то воздействовать на своего человека а вот прямо сейчас вот я вам рассказываю это а сам уже вижу что здесь еще что-то можно использовать видите вот эту область пространства это загрузочная картинка это загрузочная картинка я просто вот сейчас этот момент увидел так basic action advanced это то же самое ну то есть когда вы загружаете свое видео вы также можете загрузить загрузочную картинку ну как она называется в ютюбе ловдер картинка ну в общем поняли да так вы можете эту картинку сделать очень красиво чтобы она и в самом начале как бы так не очень влияла на что-то самое главное в конце она оттачивала вот этот вот момент вот эту вот серединку чтобы бросилось в глаза людям купи сейчас почему у меня написано shop now ну это наверное вот то что у меня фейсбук на английском языке скорее всего на русском языке наверное там купи сегодня или купи сейчас там и прочее прочее самое главное не повторяй слова там купи купи там или прочее а сегодня скидка скидка 20% иди на сайт заходи на страницу бери сегодня с 20% скидками и прочее но сам сам факт то что делайте картинку не только с учетом как она выглядит в самом начале ну и с учетом то чтобы вот когда в конце выложат этот call to action это тоже бросилось в глаза в каких моментах это может быть вы прекрасно знаете я и раньше рассказывал ролик не должен быть больше 30 секунд больше минут все человек увидел он вовлекся и он увидел окончание все 40 секунд 30 секунд 45 50 секунд остановился увидел держи тебе call to action как быть в том случае если вы делаете меня зовут Наил Войков и сегодня я вам расскажу о некоммунальном мультике или мультиканальном видеомаркетинге 2016 с точки зрения видеомаркетинга использования ютуба использования фейсбука или же возможно других каких-то социальных сетей суть нашего сегодняшнего мастер-класса встречи знакомства с вами и объяснения вам всех мастер-классов очень слишком громко рассказать и показать вам на примерах о том как использовать те видео инструменты и те видеоплатформы предоставляющие максимум возможностей для привлечения аудитории для увеличения трафика а самое главное для увеличения некого ну вот как есть выражение да коспи рэкшен коспи колл коспи сэйл и прочее и прочее то есть для увеличения вовлечения той аудитории которая будет смотреть ваши видеоматериалы с точки с точки возможностей видеоплатформ которые я буду сегодня освещать в моем материале сегодня подготовлены для вас ну две основные платформы это первая моя любимая youtube она была есть и будет оставаться любимой но помимо этого я подготовил для вас несколько таких может быть для кого-то из вас те которые могут смотреть этот мастер-класс в записи уже пройденным материалом но на мой взгляд 99,9% маркетологов собственников бизнеса и остальных людей вообще нихрена не используют данные возможности которые могли бы и могут увеличивать ваши вовлечения с точки зрения видеоматериала вашу продукцию ваши услуги и прочее сейчас я в первую да в первую минуту показал вам некий мини-мастер-класс о том как должен начинаться ваш видеоматериал с первых секунд с первых минут ваш видеоматериал должен начинаться вот именно с привлечения человека и дать ему всю ту предварительную информацию которую он должен услышать на протяжении оставшегося времени ролика но я вам это показал и сейчас я просто хочу сказать огромное спасибо компании Сэндпульс и в частности Александру Саше Рысю Саша Рыс и твоя компания молодцы делаете замечательный сервис по email маркетингу делаете замечательные вебинары и огромное спасибо что вы меня позвали давайте немножечко вводной информации долгое время просто я работаю с видеоконтентом не буду уже о себе говорить на видеоконтенте на продвижении видеоконтента на видеоплатформах существующих сегодня там не одну собачку съел но что происходит на сегодняшний день на сегодняшний день происходит некая такая вот незаметная может быть для многих борьба между двумя гигантами корпорации Google и корпорации Facebook остальных даже не берем в пример это не знаю ребят если может кто-то из вас там писать перископы твиттеры или прочее там вот все даже не обсуждали даже не обсуждали вот есть два гиганта две мощи которые между собой на сегодняшний день рубятся за видеоконтент за хранение видеоконтента за взаимодействие с помощью видеоконтента с потребителем а именно не знаю с персональным каким-то человеком за возможность рекламного взаимодействия и прочее на сегодняшний вот ну сегодня у нас какое 9 февраля да друзья я могу сказать что на 80% пока сегодня свои устоявшиеся позиции держит и продолжает держать корпорация гугл с ее безграничными возможностями ютьюба гугл адвордс заработок гугл адсенс и прочее и прочее и прочее но фейсбук не стоит на месте он смотрит за старшим братом он движется и он думает как бы что-то там приду назвав сегодняшний наш мастер-класс мультиканальный видеомаркетинг это обобщенное название того что вы должны как маркетологи как владельцы бизнеса сегодня делать с тем видеоконтентом который у вас появляется давайте я сразу расставлю точки над и и расскажу вам о тех запретах которые которые вы должны соблюдать во первых не используйте никогда ворованные видео не используйте ворованные видео которое переработано с помощью различных программ которые заменяют хэши всякие там пиксели на пиксели и тем самым вы хотите обмануть автоматические системы распознавания видеоконтента авторского контента вот этих двух систем фейсбук и гугл работайте со своим контентом работайте правильно сегодня я вам хочу я вам не буду рассказывать о том как делать видеоконтент сегодня я вам расскажу о том как с помощью уже вашего готового видеоконтента подниматься подниматься в топы как фейсбука так и ютуба хотел бы вот чтобы вы обратили внимание на то как работать в фейсбуке с видеоконтентом вот это моя страница моего сервиса есть некий раздел видео переходим в раздел видео это у нас стартовое видео которое загружено последним и которое отображается у нас в левой колонке типа посмотреть но вы владелец бизнеса вы маркетолог вы это все как бы делаете вы видео заливаете и типа думаете что у вас там все все хорошо так вот что я хотел сказать многие загружают видео все вот загрузили там какой-то подтекст написали там и прочее и прочее и прочее этого мало друзья самое главное вы должны каким-то образом а каким я вам сейчас покажу и расскажу взаимодействовать со своим зрителем со своим участником со своим посетителем страницы и прочее и прочее и прочее давайте зайдем просто в раздел видео и сейчас мы возьмем видео заходим так вот видите что происходит добро пожаловать году что происходит в нижней части видеоплей давайте я эту красоту просто сейчас остановлю и вам объясню одна из самых главных фишек шикарных фишек это субтитры субтитры которые могут рассказывать объяснять подталкивать направлять располагать показывать ссылочку того что вы рассказываете в своем ролике и давать визуальное запоминание человеку что должно происходить а вот теперь смотрим вот внимательно сюда смотрим заголовки ну вы понимаете что заголовки они работают так же как и в ютюбе поэтому они должны максимум в короткий момент своих букв и прочее говорить о сущности вашего видеоролика теги в фейсбуке это хэштеги их тоже можно сделать в том случае если вы там не знаю работаете на аудиторию которая очень сильно использует фейсбук граф с точки зрения хэштегов когда делают решетку и что-то ищут тогда с вероятностью 100% это видео будет найдено по этому хэштегу и вам это поможет но нам нужно перейти субтитры вот здесь и вот есть у меня загружено два субтитра уже видите да надо загрузить очередной субтитр текстовый файл test1 test2 use ru нам это просто нужно открыть с помощью блокнота давай открываем замечательно и внимательно ребята просто запоминаем смотрим а потом просим у организаторов видеозапись о том как работать с субтитрами со второй секунды не забываем через запятую миллисекунды по четвертую секунду ресторан годунов только выил давайте напишем здесь нет температура здесь напишем ну и поставим теперь нам нужно это сохранить сохранить как в текстовом формате давайте закинем и заглавим его с4 точка ру подтекст ну подчеркивание да ру и текст сохранить отлично сохранить добро пожаловать в годунов прекрасно видите да вот вот здесь что нам дают субтитры субтитры нам дают визуальную информацию о том что посетитель страницы подписчик страницы и прочее может делать и дополнительно не знаю там набрать какую-то ссылочку или услышать посыл что только сегодня у нас 20% скидки понимаете только сегодня можно написать с 9 февраля по 14 февраля только этот товар со скидкой 70% или только бесплатно кто сделает нам перепост в социальных сетях и выложит это и предоставит нам ссылочку на том что этот пост живет все что угодно все что хотите делать еще раз возвращаюсь к тому как это делать и кстати мне очень понадобится сейчас это возможность субтитры загружаем субтитры вы уже поняли да как субтитры должны выглядеть они должны вот выглядеть таким образом и сохраняться точка sr3 поняли да все сохранили выбрали загрузили увидели что здесь появилось все ну и по дефолту показывать язык тоже выбирайте если у вас несколько языков вы можете конечно погуглить там есть n бразиль канаде ну там до 30 стран ну то есть сами понимаете на каком языке обращаться к своим людям давайте наверное вторую фишечку и второй нюанс рассмотрим взаимодействие со своей аудитории фейсбуке это call to action я вот прямо на этом ролике может быть давайте сейчас для вас это покажу call to action у нас заключается в том что фейсбук позволяет сегодня нам несколько неких таких возможностей кликовых по окончанию ролика мне например интересно посмотреть более что он нам тут дает он говорит пройди вот по этой ссылочке но не хочу я по этой ссылочке проходить я предположим давайте вот может быть эту ссылочку возьмем и поставим а вот описание здесь предположим напишем окей сохранили давайте во всякий случай загрузим запускаем добро пожаловать годунов так есть у нас эти субтитры да есть замечательно есть переключаем самый конец чтобы не дожидаться что мы видим мы видим купи сегодня со скидкой от вас зависит вот ребят тот весь креатив как вы этот колту пассив колту привлечения колту понимания колту обращения используйте в рамках окончания это называется пост ролл да преролл пост ролл пост ролл в обращении к своему подписчику или там человеку который посмотрит это видео все от вас зависит самое главное смотрим чувак что делает он нажимает и переходит ну вы не видите здесь он переходит туда что вы ему показали карточка товара вашего интернет магазина карточка товара ваших услуг посадочная страница вашего бизнеса лендинги как это любят да сегодня все говорить и прочее и прочее ну то есть друзья два момента субтитры и пост роллы где вы можете просто вот как-то воздействовать на своего человека а вот прямо сейчас вот я вам рассказываю это а сам уже вижу что здесь еще что-то можно использовать видите вот эту область пространства это загрузочная картинка это загрузочная картинка я просто вот сейчас этот момент увидел так basic action advanced ну то есть когда вы загружаете свое видео вы также можете загрузить загрузочную картинку ну как она называется в youtube ноутбе картинка ну в общем поняли да так вы можете эту картинку сделать очень что